Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Ребята-разработчики порадовали тем, что выложили две коллекционки на продажу, коллекционку третьего уровня и шестого. Они выложили быкам, причем, что самое интересное, что бык был узрет мною еще утром, и пробыл он на продаже буквально пару минут и резко пропал. Я так понимаю, что, скорее всего, случайно его утром выставили на продажу, сразу забрали с продажи, и вот он, наконец-то, назад вернулся. За 5 долларов предлагают быкам 14 дней према, 250 с серебром, есть бустеры 4 видов, кроме голды и перезарядки оборудования, есть открытое все оборудование, хотя на шестом уровне не сильно дорогое, и есть слот в ангаре. БК вы сможете продать всего лишь за 500 голды, и покупать данный набор исключительно ради того, чтобы получить 500 золота и 14 дней према и серебро, однозначно бессмысленно. По одной простой причине, потому что, ну, бустеры можно и так накопить, открывая какие-то контейнеры, даже бесплатные. Что касается 14 дней према, да, согласен, здесь уже цена какая-то за них есть, но в то же время они тоже как-то выпадают, ну и если прям сильно надо, то их можно отдельно купить, и я думаю, что все равно будет дешевле. 250 серебром, ну, все-таки это 5 боев на какой-то плюс-минус фармящей машине, поэтому сказать, что этот набор стоит купить ради именно самого, ну, доната, да, как способ доната, абсолютно, ребят, бессмысленная затея. Что же касается самого БК, он меня прельщает, мне очень сильно нравится данная машина, у меня ее нет. В то время, когда он в батл пассе выходил, я не имел возможности задонатить, взять себе пропуск, ну и, соответственно, открыть данную машину. И данная машина одна из первых в батл пассах, и она действительно, ребят, обладала какой-то уникальностью. Сейчас мы привыкли к батл пассам, они постоянно у нас, из месяца в месяц, нас уже ничего не удивляет, в основном перерисованные машины, и ничего экстраординарного. БК же обладал этой экстраординарностью. Посмотрите на то, как классно поработали, ребята, разработчики и художники над силуэтом данной машины, над всеми вот этими мелкими деталями, которые действительно, действительно притягивают к себе взгляд. Мне очень сильно нравится внешний вид данной машины. Да, пускай это не имба, да, он вот здесь вот картонный, плюс-минус как-то бронирована башня. Да, пускай, я бы сказал, по сравнению с другими машинами, не самая прям подвижная машинка. Время сведения 4.6, которое действительно большое. Разброс терпимый. Углы склонения вниз минус 7, но, как я 2 или 3 катки смог сделать на быке, дали покататься, мне, честно говоря, этих углов склонения для игры было больше, чем достаточно. Что меня действительно удивило, так это то, что на быке есть уровень урона за один выстрел в виде 200, ребят, альфы. 200, не 160, как у преобладающего большинства батлпассовских машин. И, кстати, недавно Киборг, будучи тяжелым танком, в предпоследнем батлпассе имел 160 единиц альфы, как многие средние танки. И вот это меня тоже очень сильно удивило. Бык же был наделен 200 единицами альфы и в дальнейшем не был парнерфлен. Что касается пробития, 128, да, безусловно, не ультимативно, играть плюс-минус можно как-то, порой не хватает, но есть голда, заряжай 172 тебе в помощь и, в принципе, преград для тебя практически никаких нет. Время перезарядки тоже не супер имбовое, но все-таки 200 единиц альфы должны были забрать какой-то позитив у танка. Что касается урона в минуту, да, действительно, заявленный в 1600 маловат, хотя бы 1800-1850 было бы гораздо приятнее. Но в целом эти цифры можно улучшить за счет установки оборудования, ну и, соответственно, амуниции. Что касается всего остального, да, безусловно, все остальные вещи необходимо по быку заценивать непосредственно в самой катке. К сожалению, быка не имею, но, ребят, вот серьезно, данную машину стоит приобрести себе, если вы донатите в игру, не потому что это имба и нагибатор, а потому что это действительно часть истории World of Tanks Blitz, и это действительно машина, которая обладает какой-никакой, а все-таки уникальностью, наряду с Ликаном, наряду с Могильщиком и другими машинами, которые просто-таки полностью отличаются от других машин, проходных либо премиумных в этой игре. В этом, наверное, и есть коллекционность БК. Что же касается второго предложения, которое разработчики выложили, то здесь Малыш М3 легкий, третьего уровня, легкий танк, в комплекте за 3 доллара вы получаете 7 дней према, вы получаете себе Х5, но в количестве всего 5 сертификатиков, но, как говорится, и на том спасибо, и подходят они на все танки. Есть у нас, ребятам, 20, 20, ребят, бустерочков на золото, которые вы сможете катать и, соответственно, в среднем получать, если будете играть на 10 уровне, а на 10 уровне вам за победу дают 20, это очень хорошо, и 10 в случае проигрыша, то в случае, если вы имеете, ну, вашу статистику побед в районе 50%, то приблизительно по 15 голды за один бустер, а значит, с 20 вот этих вот бустеров при среднем количестве побед 50 на 50 вы получите 300 единиц золота. Я считаю, что 300 единиц золота, это, в принципе, как бы вроде бы и неплохо, но, с другой стороны, хотелось бы немножко больше. Что касается того, что вы сможете получить в случае продажи данной машины, то данную машину вы не сможете дорого продать, и, опять-таки, это абсолютно не вариант донатов. В 850, то есть, по большому счету, 850 за машину, 300 за бустеры, если вы отыграете 50 на 50, и того получается 1150 единиц голды за 3 доллара. Да, вы скажете, что здесь еще, ой, батюшки промахнулся, вы скажете, что здесь еще в комплекте идет 7 дней према. Окей, хорошо, можем посчитать еще их. Есть открытое оборудование, но оно копеечное, слот в ангаре 250 голды, и есть еще, ребят, один вот такой вот контейнер с кастомизацией, в которой есть довольно прикольные штучки, а есть те, которые абсолютно никому не нужны, а именно обвесы, анимированные и не анимированные аватары, и есть камуфляжики на любой вкус. Что из этого вам выпадет? Здесь уже, конечно, вопрос третий. Все зависит от вашего везения, но, поверьте мне, что-нибудь прикольное, что-нибудь годное имеет крайне скудный процент выпадения. То, что я листал и то, что я нашел, что, допустим, тот же самый аватар, есть за, простите, не за, а с вероятностью 1.34%. И это действительно много по сравнению с другим. Стоит ли покупать данный набор ради того, чтобы получить вот это вот все? Ну, я, честно говоря, не знаю, стоит ли 3 доллара. Здесь я очень сильно сомневаюсь. Все-таки цена ему золотая была бы где-то бакса эндок 2. Тогда было бы, да, действительно, очень жирно. Хотя кто-то скажет, ты забыл про 7 дней према. Нет, я не забыл. Просто дни према можно получать и из контейнеров периодически, и из каких-нибудь ивентиков. Поэтому здесь такой, знаете, вопрос очень шаткий. Мне кажется, что все-таки ради доната, если именно рассматривать донат в виде голды, то, наверное, не сильно это будет и выгодно, и удобно. Что касается самой машины, рассказывать по М3 легкий нечего. Машинка у меня есть давно, я ее абсолютно никогда не выкатываю. Она не доставляет какого-то бешеного удовольствия. Зайдем сейчас в бой, посмотрим, на что она способна. Но поверьте, на третьем уровне она не способна практически ни на что. Есть машины, которые гораздо, гораздо веселее. Вот, допустим, против нас будет Су-76И, которая на своем третьем уровне действительно, действительно доставляет удовольствие, действительно классное. Кини тот же самый, да. То есть все вот такие вот машинки, которые доставляют кайф, да, безусловно, должны быть в ангаре. Если вы прям не гоняетесь только за восьмими левелами и, в принципе, готовы и умеете получать удовольствие от игры, в том числе в песке, то, возможно, некоторые машины вам понравятся. Что касается М3, ну, это просто, знаете, такой вот коллекционный танчик, который будет стоять тихо-мирно у вас в ангаре. И именно, скорее всего, из-за этого его, как правило, и продают. Точностью орудие особо и не обладает, хотя в целом, если встать, да хорошенько прицелиться, найти конкретное место, в которое ты хочешь попасть, ну, тогда возможно. Вот броня, честно говоря, меня сейчас удивляет. Почему-то, когда я играю на танке, ну, вот просто так, да, хотя часто, как я уже говорил, я его не выкатываю из ангара, при этом всём, он почему-то не ловит такое большое количество непробитий, как это было сейчас у меня. Как так получилось, что меня такое количество раз прям не пробили, я сейчас очень сильно удивлён. Есть такое подозрение, что, возможно, что-то где-то чуть-чуть подкручено, для того, чтобы всё-таки машинкам казалось более весёлой, но я считаю, что, наверное, больше здесь работает везение. Что касается позитивов по танку, то да, безусловно, на небазовых снарядах танчик пробивает абсолютно спокойно ребят, которые поначалу кажутся абсолютно непробиваемыми никуда. Вообще, ребят, отыгрывать на третьем уровне мне порой очень сильно нравится. На нём можно действительно отдохнуть. Вы действительно можете получить удовольствие, не заморачиваясь ни над результатами боя, не над тем, сколько урона вы накидали, а просто заехать, пострелять, повеселиться. И в чём-то М3 в этом сможет вам помочь. Я сейчас поеду немножко по борзею, хочу помочь с вот этим вот товарищем разобраться. Прилетел. Вот это было действительно красиво, ребят. Вот такое можно увидеть, наверное, только в песке. Так, едь сюда. Я хочу тебя забрать в ангар. Мне надо фраги, мне надо показать, что ты на что-то способен. Поехали, поехали. Даже два фрага смог сделать. Вот так вот, легко и абсолютно не заморачиваясь в песке. Да, кто-то всё-таки не любит песок, а кто-то от него балдеет. Я, честно говоря, люблю взорваться в песок, вот просто чтобы морально отдохнуть и не тянуть за собой груз высоких левелов. 550 единиц нанесённого урона, два сделанных фрага. Что касается фарма, ребят, ну машина не про фарм, понятное дело. Хотя, хотя, смотрите, на третьем уровне мы взяли с вами 17 тысяч серебром. Абсолютно не потея. И здесь есть вопрос, где проще накосить 20 косарей? На восьмом уровне или на третьем? Ну и что касается результативности в команде, то мы были в средничке, особо наражён не лез, но, соответственно, отсюда и результат. Вот такой вот он М3, вот такие предложения есть в магазине. И если вы хотите кого-то из них, не пропустите, забегайте обязательно в магазин и покупайте. Покупайте, ребят, если хотите себе что-нибудь уникальное. А на данный момент, ребят, у меня всё, всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.